Государственный камерный музыкальный театр Санкт-Петербург-Опера отмечает в этом году 35 лет. На юбилейный сезон запланировано много премьер. Так вот, о творческих планах коллектива, о востребованности сейчас классического искусства, поговорим с директором театра Евгением Малыгиным. Я вас приветствую в студии ЛЕН-ТВ-24, Евгений. Здравствуйте, здравствуйте. Скоро опять же день театра. Зрителям стоит рассчитывать на какие-то новинки, на что-то особенное. Конечно, ну, как вы уже и сказали, 35 лет в этом году исполняется нашему театру. Бессменный руководитель нашего театра Юрия Секча Александров, художественный руководитель с известным мировым именем. 256 постановок, которые он по миру сделал, поставил в абсолютно всех известных театрах мира. И мы очень рады, что он до сих пор с нами работает, ставит наши спектакли. И мы в таком достаточно богатом творческом процессе. На свое 35-летие мы предполагаем поставить оперу Сальери, камерную опера. Сначала слово, потом музыка. Мы хотим показать прямо на нашем юбилейном вечере, для того, чтобы зритель впервые увидел. В декабре месяце у нас будет очень-очень большой проект. Мы надеемся, что он состоится. Потому что есть некоторые такие проблемы на сегодняшний день, разного характера. Не буду посвящать, но я, в принципе, уверен, что действительно этот проект состоится. Он достаточно уникален чем? Долгое время никто не знал, что, оказывается, Жорж Безе написал оперу «Иван Грозный». На самом деле в оригинале она звучит как «Иван IV», но вот мы решили, что она будет иметь это название, и мы в декабре хотим показать спектакль. Уникальность заключается в том, что первый, кто написал оперу, это был Гуно, учитель Жорж Безе. Три года он писал эту оперу. По какой-то причине эту оперу не смогли поставить. И он уже, так сказать, расстроившись, перейдя уже к опере «Фауст», откуда, кстати говоря, появились номера из оперы «Ивана Грозного». Нам на сегодняшний день очень известно, что в «Фаусте» хор солдат – это из «Ивана Грозного» первой партитуры Гуно. Безе тоже начал работать над этой оперой, писал ее тоже три года. Обратился к французской опере, национальной опере с постановкой и получил отказ. Несколько раз он обращался к другим театрам, ему постоянно был отказ. Он, честно говоря, даже не понял, что вообще происходит на самом деле, очень был удивлен и поражен. И на сегодня есть две версии, почему это не произошло. Первая версия, ну, она такая, наверное, больше несостоятельная. Речь идет о том, что, скорее всего, французская опера не поставила из-за бюджета, который должен был быть в этой опере. Все-таки это русские костюмы, русская тематика. Но есть вторая версия. Дело в том, что из 14 композиторов, которые писали про Ивана Грозного, все написали его как узурпатора, как человека очень жестокого. Ну, в общем-то, не по истории, скажем так. А Иван Грозный единственный композитор, который написал про любящего мужчину и любящую женщину. Вот такой романтический сюжет, который, скорее всего, не был в контексте того периода времени. И, скорее всего, получил из-за этого отказ. Поэтому эта партитура была им разорвана. Его супруга, очень мудрая женщина, собрала эту партитуру, мешочек. Что-то напоминается. Да, 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 да. И в конечном итоге еще один из учеников Гуно, ближайший друг Безе, нашел эту оперу, собрал ее, восстановил. И она прошла три концертных исполнения в 20 веке. Но ни разу фактически не была поставлена целиком в сценической версии. Поэтому я осторожно скажу, что, скорее всего, мы единственный театр в мире, который поставит сценическую версию этого спектакля. Очень этим горжусь. Как сейчас, в принципе, устроен оперный театр? То есть в чем отличие его вот в современных реалиях? Ну, такой достаточно глобальный вопрос. Опер вообще, в принципе, довольно-таки консервативный жанр. И на сегодняшний день мы видим, что большинство театров мира даже стремятся к тому, чтобы завладеть вниманием нового зрителя. Мы говорим, естественно, о молодежи, потому что та публика, которая всегда ходила в театр, она никогда не изменит своим традициям. А молодежь, безусловно, это то, к чему мы стремимся для того, чтобы получить как нового зрителя у себя. Естественно, в нашем репертуаре есть спектакли, которые рассчитаны на разную абсолютную публику. Вот для самых маленьких мы в течение двух лет поставили две сказки на музыку Кьюи. В код сапогах и Красная шапочка. Таким образом, с точки зрения маркетинга, мы как взрослый театр, который для все-таки более созревшей публики, решили вот так привлечь детей для того, чтобы они в будущем приходили к нам, полюбив вот эти спектакли замечательные, и уже потихонечку-потихонечку начинали приучаться к нашему театру и смотреть более серьезный материал. А кто вообще сегодня ходит в театр, где-то между состоявшейся публикой, между детьми, которых стараются привлечь к этому искусству? Молодежь ходит? Молодежь ходит, ее достаточно много. И надо отдать должное, что у нас правительство ввело вот этот замечательный проект «Пушкинская карта» от 14 до 22 лет, когда любой молодой человек может воспользоваться этой картой абсолютно для себя безвозмездно, прийти в театр, познакомиться с материалом. И мы на сегодняшний, да даже не на сегодняшний день, наверное, последние пять лет идет тенденция омоложения публики в зале, и мы это видим, и нам очень много отзывов приходит, очень-очень много пишут в соцсетях, на сайтах отзывы именно молодые люди, нам это очень-очень нравится. То есть, наверное, здесь работает такой принцип цикличности, что вновь классическое искусство пошло в массы, можно так сказать. А розыгрыш бесплатного посещения в Телеграм, сюда же, в эту же область? Да, вот мы как раз разыгрываем среди нашей аудитории, наверное, новая аудитория в Телеграме, бесплатные билеты. У нас есть определенная планка, до которой мы должны дойти, и на сегодняшний день она исполнена уже почти на 50%, поэтому мы ждем, и вот-вот, надеюсь, что мы, в принципе, достигнем успеха в этой планке. Но это тоже с какой-то точки зрения заигрыш такой с молодой аудиторией? Безусловно, это взаимодействие, потому что мы же видим, что даже дети, вот вы как раз говорите о классической форме, мы довольно-таки за последние пять лет стали сильно использовать мультимедиа. То есть у нас был куплен большой электронный экран, который помогает нам в оформлении декораций. Мы очень много используем видеопроекции, мультипликацию, видео для того, чтобы сделать синтез классического искусства, которое мы привыкли в академическом смысле воспринимать, и привлечение как раз молодежи. Мы все прекрасно понимаем, что дети наши сегодня в телефонах, в играх, им нужен вот этот интерактив. Поэтому наш друг сделал такое для себя волевое решение и решил пойти навстречу и молодому зрителю, да и, в принципе, и взрослому зрителю для того, чтобы этот синтез состоялся на сцене. — Если зайти на сайт, сейчас, собственно, театр, посмотреть разделы, то, что вы предлагаете для зрителей самых разных возрастов, увлечений, получается ощущение такой мультиформатной истории, да, начиная от экскурсии, собственно, по усадьбе самой и продолжая уже непосредственно постановками. Это действительно так? — Безусловно, наш дворец — это особняк барона фон Дервиза, очень известная в свое время фамилия немецкая, который участвовал в жизни Санкт-Петербурга, на самом деле располагает фантастическими интерьерами. И мы решили, что было бы странно скрывать такую красоту, поэтому мы проводим экскурсии, которые совмещают посещение спектаклей. Например, мы фактически в 2021 году закончили последнюю гостиную реставрировать в нашем театре. Открылся просто феноменальный зал с наборным паркетом из 12 сортов деревьев. Это просто уникальнейшая работа. — В комментариях люди, кстати, спрашивают, это восстановленные декорации или это сохранившиеся исторические? — Вот очень важно. Мы как государственный эрмитаж не пострадали во время Великой Отечественной войны. И все, что есть в нашем театре, это абсолютно оригинал. Нет ничего нового, все отреставрировано. Единственная, конечно, была проблема в красной гостиной. Наверное, процентов 20 подлежало замене. И мы заменили этот паркет на копию, но остальные 80% — это абсолютно оригинал, как и все остальное. — То есть, что, в принципе, возрождение особняка — это целая веха в истории театра и Санкт-Петербурга. — С 1998 года до 2021 года мы фактически занимались постоянной реставрацией и реконструкцией нашего дворца. — А постановки проходили параллельно? — Да, постановки проходили параллельно, потому что в 1998 году, когда мы получили здание от правительства Санкт-Петербурга, мы начали реставрацию. И к 2003 году, к юбилею Санкт-Петербурга, мы открылись большей частью отреставрированных помещений. А дальше уже остальные помещения, которые не попали в эту программу, они уже закончились в 2021 году. И, кстати говоря, в 2003 году была тоже уникальная работа нашего худрука Пётр Великий, Гаэтана Деницетти, Пётр Первый опера, которая была неизвестна. Она была в справочниках, но никто не мог найти партитуру. — Предлагаю сохранить интригу. А сейчас нашим зрителям предлагаю немножечко прерваться. После короткой паузы мы продолжим беседу с Евгением Малыгиным. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем беседу в прямой эфире с Евгением Малыгиным, директором Камерного музыкального театра «Санкт-Петербург. Опера». Евгений, собственно, по поводу экскурсии по особняку, если сейчас зайти опять же на сайт, попробовать приобрести билет, это не получится. С одной стороны, ажиотаж приятный, с другой стороны, как все-таки попасть и увидеть отреставрированные интерьеры? — Ну, мы все-таки как театр являемся музеем. Статус федерального памятника, реставрационные работы всегда были очень дорогие, поэтому мы рассматриваем вариант увеличения потока для того, чтобы можно было посмотреть экскурсии в нашем театре. И думаю, что, скорее всего, это и состоится. Но нам приятно, что существует ажиотаж и что билеты все проданы на экскурсию. А, естественно, люди, которые приходят к нам на экскурсию, идут тут же на спектакль. Мы специально ставим время, которое объединяется со спектаклем. Поэтому, учитывая ваши замечания, мы обязательно его рассмотрим. И я думаю, что увеличим поток, увеличим. Спасибо. — Если говорить про культуру, как про объект такой, который постоянно требует взаимодействия, вот сейчас те политические, может быть, настроения, в принципе, как-то повлияли на работу театра? — Ну, вы знаете, конечно, все планы, которые были у нас, допустим, по поездкам, они у нас сейчас не реализованы. Понятно почему, понятно из-за чего. Поэтому мы с большим удовольствием работаем на нашего зрителя, потому что в 2020 году и в 2021 году, наверное, мы... Да не наверное, мы единственный театр, который выезжал за рубеж. В 2021 году мы были в Сербии на 75-летие победе. Нас встречали с большим успехом. Мы показали два спектакля, один галоконцерт. И получили очень много писем от зрителей. И наш посол, который был на всех этих мероприятиях, Александр Дмитриевич Беглову, прислал большое, в принципе, письмо, где он от всей души поблагодарил за то, что состоялось это мероприятие. Также мы были и в Турции почти фактически с такой же программой в 2021 году. Ну, в общем, в Дубае мы были в 2021 году. На Экспо-2020 показали спектакль «Реголета». Был просто ошеломительный успех. И, наверное, даже не буду скрывать, что мы единственный театр, который запомнил полностью зал, в отличие от всех мероприятий, которые проводились в Дубае опера. Но при всем при этом именно статус государственного позволяет говорить о том, что костяк основной артистов, он никак не изменился. Вы знаете, наш театр абсолютно автономен в плане наших вокалистов, оркестра. Все наши вокалисты постоянно находятся у нас, никто никуда не уезжает. Все гастроли, все наши спектакли проходят без приглашенных солистов. Мы вот в этом смысле абсолютно автономны. Все в штате. Мы вот уже затронули все-таки тему, да, к 350-летию, со дня рождения российского императора Петра Первого. Зрители ожидают еще одна постановка тематическая. Давайте про нее поговорим. Да. Мы хотим показать 12 июня в Государственном Эрмитаже наш партнер. Много-много лет мы работаем, да фактически 35 лет работаем с Эрмитажным театром. Оперу Гаэтана Денисетти, Петр Первый. Уникальность этого проекта заключалась в том, что, как я уже еще раз, наверное, повторюсь, что не было партитуры этой оперы. Наш художественный руководитель провел целую детективную работу, чтобы узнать, где можно найти эту партитуру. В конечном итоге мы узнали, что она находилась ровно половина в театре Венеции. Затем, когда он договорился уже и забрал ее из Венеции, он поехал в Бергамо. И в театре Денисетти нашли вторую часть партитуры. Но некоторых номеров не хватало, точнее, они были немножко трудновосстановимы. Мы пригласили очень известного на то время профессора в области музыки, который нам помог ее полностью восстановить. И Юрий Сакович даже за вот эту работу получил орден от мэра города Бергамо. И на сегодняшний день компания Рекорди внесла эту партитуру как опус, по-моему, 25, если я не ошибаюсь, в справочнике Опер Денисетти. Вот такая работа интересная. При этом она уже действующая, это действующая постановка, я так понимаю, каких-то кардинальных изменений не будет. Да, мы на самом деле эту оперу поставили к юбилею Санкт-Петербурга в 2003 году. Мы же этой опере открыли свой театр, когда он закончился в реставрации. И каждый год, да каждый год, каждый месяц мы фактически исполняем этот спектакль. И он, кстати, пришелся вот к этой юбилейной дате. И те, кто его не видели, могут прийти с большим удовольствием посмотреть этот довольно-таки любопытный спектакль, потому что он расценивается как комическая опера. 27 мая? Нет, 12 июня. Это же у нас там юбилей, если не ошибаюсь, 9 июня Петра Великого. Вот у нас 12 июня в рамках юбилея будет этот спектакль. Еще такой вопрос, раз уже затронули, про смешение стилей и так далее. Многие театралы, кто бы то ни был, люди искусства, в принципе, не очень лестно отзываются об онлайн-формате, потому что нет прямого контакта со зрителем. Вот как камерный, тем более театр, привык, не привык? То есть используете ли до сих пор такое? Вы знаете, на самом деле, может быть, это будет с моей стороны не очень корректно, но я и не скрывал позицию по поводу онлайн-трансляции именно оперного жанра. У нас в прошлом году был семинар по этому поводу в Калининграде, и мы с директорами драматических театров, музыкальных театров и концертных, кстати говоря, организаций очень долго дискутировали на эту тему с журналистами и с музыковедами. Это очень сложный жанр, который можно показывать онлайн. Там много абсолютно минусов, которые в плане, как вы правильно сказали, восприятия. То есть мы должны заботиться о том, что даже если мы купили с вами аппаратуру, купили хорошую камеру, купили хороший звук. Как нам понять, конечный получатель этого продукта имеет ли этот хороший аппарат, телефон или же компьютер, или же колонки, или же наушники, чтобы оценить то качество, которое происходит на сцене? Никто эти гарантии дать не может, тем более интернет. То есть он может у кого-то быть хороший в городе, к примеру, в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области он уже может быть довольно-таки с низкой скоростью. И мы с вами понимаем, что человек открывает компьютер, смотрит, у него что-то зависло, и он отключается от этого продукта, и, в общем-то, с довольно странными мыслями. Кстати говоря, у наших коллег эстонцев был эксперимент на эту тему. В самом начале пандемии они решили показать оперный спектакль через онлайн-трансляцию, причем на платной платформе. То есть 4 тысячи человек купили у них билеты, начали смотреть этот спектакль, и вдруг совершенно неожиданно для организаторов этого онлайн-действия объявили о футболе. И ровно 3,5 тысячи человек в одну секунду отключились, заплатив деньги за данный продукт, и переключились смотреть футбол. Много-много минусов на самом деле есть, но с другой стороны мы понимаем, что на сегодняшний день в системах ограничений, в системах других каких-то проблем, наверное, это все-таки какая-то безвыходная ситуация. Возможно, ее нужно развивать, но у меня, честно говоря, по этому поводу довольно-таки такие пессимистичные мысли. То есть для вас это скорее вынужденная мера? Это вынужденная мера, да. Если говорить, опять же, про такое слияние искусства классического и современного, как-то модернизируете ли партии, может быть, аранжировки, поскольку это возможно? Вы знаете, на сегодняшний день, наверное, академическое искусство или классическое искусство, как мы привыкли говорить, эти грани начинают немного стираться. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы уже живем в 21 веке. Многие оперы написаны композиторами 200 лет назад, 150 лет назад, 100 лет назад. И мы понимаем, что ритм того времени совершенно сильно и глобально отличается от сегодняшнего нашего ритма. Многие наши коллеги находятся в поиске либо в режиссерском, либо в музыкальном. Например, премьера нашего спектакля «Беллини норма», который мы поставили в прошлом году весной, не совсем в рамках стиля Бельканта. Мы решили, что, наверное, все-таки, во-первых, нужно поменять акцент, потому что все привыкли, что в норме на Кастадиву приходят послушать уже покойную Мансарат Кабалье, которая у нас считается примером исполнения Таарии. Но наш худрук сказал, что, вы знаете, на самом деле, это же любящая женщина своих детей, мужчину, который ее обманул. То есть мы не делаем акцент на том, что она вот такая вот могучая женщина, которая борется со злом, она любящая женщина. И он меняет акцент на этой Арии. Она звучит не так, как мы привыкли ее слышать, она звучит очень человечно. Также наш дирижер Александр Гойхман решил, что, наверное, на сегодняшний день имеет смысл изменить чуть-чуть темп, потому что наши коллеги иногда экспериментируют в разных темпах. Но это поиск. В конце концов, почему нет? Мы все-таки это делаем осторожно, но мы опять двигаемся к тому, что нам нужно что-то менять в вопросах и постановок, и в вопросах музыки, чтобы восприятие человека, который, допустим, не очень понимает в академическом классическом искусстве, мог все-таки спокойно ориентироваться, а главное ему, чтобы было не скучно. Вот, например, даже премьера, которая у нас была на черевичке, Петра Ильича Чайковского по Гоголю, Юрий Исаакович сделал небольшие купюры для того, чтобы мы находились в динамике, в динамике звучания материала, чтобы никто, не дай бог, в зале не смог бы заснуть или же ему стало скучно. То есть динамика в музыке сегодня очень важна, потому что у нас другой ритм. То есть тут такая тонкая грань. Очень тонкая грань. Нужно еще сделать это не пошло и при этом... И при этом вкусно. Да, и при этом вкусно. Для тех, кому до сих пор слово опера как раз-таки вгоняет в сон, почему это не так, почему сейчас это вполне конкурентоспособный вид искусства? Ну, вы знаете, на самом деле я очень часто тоже удивляюсь, все-таки я тоже общаюсь с людьми, у меня есть друзья из разных абсолютно областей. И некоторые мои друзья, несмотря на то, что знаю, что я директор оперного театра, периодически очень осторожно относятся к приглашению на наши спектакли. И вот если, допустим, они у меня спрашивают, что ты посоветуешь, я в принципе любому начинающему зрителю, наверное, бы посоветовал либо посмотреть вот такие сказки, которые мы поставили, потому что когда взрослые родители приходят со своими детьми на наши вот эти две сказки «Кут сапогах» и «Красная шапочка», они с таким удивлением выходят из зала, тут же идут в кассу и покупают билеты, чтобы посмотреть уже другой материал. Наверное, людям, которые, допустим, не идут с детьми, можно начать с такого жанра, как оперетта, и таким образом двигаться уже дальше. Хотя в нашем репертуаре есть оперы, которые являются и комическими, и являются операми буфа, то есть они веселые, динамичные, немножко приближены к жанру оперетты, и они тоже дают возможность познакомиться с материалом для того, чтобы потом думать, смотреть, переживать и уже понимать. То есть несмотря на такой пример, когда зрители все-таки убежали на трансляцию футбола, в опере, то есть так же, как в спорте, нужно начинать зрителю, в том числе с малого, чтобы постепенно... Ну, это вот как раз, наверное, проблема онлайн-трансляции, что когда мы с вами находимся дома, мы находимся в расслабленном состоянии. Но когда человек решил пойти в театр, либо в оперный театр, он одевается, он приглашает свою супругу, либо девушку, на которой он собирается жениться. Это обязательно приход в театр в каком-то красивом платье, которое девушка готовила, или в костюме, или что-то специальное. То есть человек специально настраивается на то, что он приходит в театр. Его встречают в гардеробе, ему улыбаются, берут его пальто, плащ или куртку. Затем поднимаются наверх, там, билетеры. Билетеры ему улыбаются, дают программку. Давайте, Евгений, мы весь порядок... Процесс, да, да, да. ...восказывать. Да, я все-таки хотел бы обратиться к нашим зрителям, что с удовольствием приходите в театр. Ощутите, каково это, собственно, на своем опыте. Но я благодарю нашего гостя. Сегодня в студии Лен-ТВ-24 был директор камерного музыкального театра Санкт-Петербурга опера Евгений Малыгин.